приветик всем снимаю видео о покупках в июле и августе были у меня покупки просто в магазинах подружки заказы у иван и у арифлейм все вперемешку давайте смотреть закупилась у эйван гелями для душа бразильский коктейль лайм ром и мята все упаковки по 500 миллилитров для того чтобы использовать в качестве жидкого мыла очень понравился на бутере вернее на страничке аромат бразильского водопада поэтому эту упаковку я взяла в двойном экземпляре повторная покупка это большая упаковка тоже тропики папайя персик и еще одна упаковка это уже по-моему дивная сказка такой гель у меня был оставил хорошее себе впечатление ждала когда будет какая-то хорошая акция но вот наконец наконец есть и поэтому конечно приобрела пена для ванны которую давно хотела французская сирень почему откладывала покупку потому что пен было много сейчас как-то немножко подраст растрясла все запасы ну и поэтому позволила себе эту маленькую радость кроме этого у иван я заказала себе куда делся фокус 2 водички все наверно знают это недорогие ароматы в общем я выбрала лимонная вербена и цветы лайма флакончика выглядит вот таким вот образом но все наверно знают очень хорошо что без крышки я очень рад прям до пора бывает так надоедают раздражает крышки что их наш бывает и выбрасываем здесь флакон точно такой же немножко другого цвета сама водичка и купила вот такой я даже не знаю что такое в общем в каталоге мне показал что это какой-то то ли покрытие для сияния ногтей что ли то ли уходовое средство с цветом но в общем цвет уже совершенно не такой какой он был на страничке поэтому скорее всего это средство подарю потому что вот какой-то серый перламутр мне совершенно не интересен купила в улыбке радуги тоник для лица травяной лаванды и мелиса которые нежно люблю нравится аромат нравится увлажняющее действие какой-то он весь из себя приятный цена изумительная стоит по моему меньше 100 рублей то ли 93 то ли 97 сила 2 упаковки ну показывает понятное дело одну чтобы сюда мне все не тащить ваша не купила новосвит витамины для лица у меня уже был этот спрей использовала как обычный тоник в общем-то специально покупку не планировала просто как-то мне попался вот ваша ней цена какая-то была смешная 84 рубля что ли ну поэтому я взяла жидкое мыло кокосовая вода от фа гель для душа вышел теперь и мыло очень нравится мне аромат этого геля ну и мыло я думаю тоже будет весьма приятно в использовании еще несколько повторных покупок это крем для рук питания от 100 рецептов красоты 7 активных масел про которые сто раз уже говорила и крем для ног против мозоли натоптыши которые в общем не работает вот против этого просто нормально увлажняющий крем и мне очень нравится отдушка но и цена какая-то смешная по моему 60 рублей что ли ну как можно не купить столь и замечательный продукт да еще так выгодно да еще один повтор это крем уход чистой линии для ног интенсивное питание с маслом облепихия по-моему уже как-то ничего у меня в запасе нет уж раз заказ был у меня то решил и этот крем заказать тоже еще два геля для душа это камил цитрусовое молочко если говорить об этой марке на это мой любимый гель пахнет лимонным пирогом когда бывают какие-то такие случаи что-то не добрать до бесплатной доставки то я как правило заказываю вот этот вот гель и это уже фа малиновый дакири у меня был по моему мохито но дакири я не пробовала как-то в прошлом году не хотелось а вот сейчас вот как-то вроде как и надо ну поэтому решила приобрести еще повтор это уже 100 рецептов красоты гель для душа кофе со сливками для меня он пахнет бы лиз кофе это все-таки евроше а это бы лиз но я по-моему уже не раз об этом говорила мне очень нравится замечательный гель это для меня новый аромат тыквенно-морковный гель никогда его не брала и даже не знаю почему ну вот этот в этот раз все-таки захотелось попробовать и выяснить что же это за аромат решила попробовать пену для бритья чистой линии чувствительной кожи хорошие не слышал отзывы думаю может быть она вся такая вот действительно для чувствительной кожи не надо будет тратиться на средства от жилет которые уже стоят больше трехсот рублей посмотрим вот такая огромная бутылка с помпой 750 миллилитров это тимотой тропический душ манго и молочко гель для душа взяла по причине цены он стоил всего 154 рубля чтобы использовать в качестве жидкого мыла гель у меня такой был я помню что он не очень меня порадовал что-то меня не устроило в аромате то ли аромат был кислым то ли слишком сладким я не помню вот но как жидкое мыло я думаю далеко не не слишком уж много вариантов будет за такую цену и такой объем что касаемо жидкого мыла да чтобы еще качество было хорошим а гель для душа от тимоты по-моему весьма и весьма приятны такой крем для рук а даже не знаю что это за марка какая-то ввысь с молочком сладкого миндаля для рук и ногтей здесь по-моему 100 миллилитров объем отечественный производитель упаковка мне порадовалась какая-то она такая вот сама по себе мягкая приятная и дизайн лаконичная что это себя такое будет представлять конечно расскажу в пустых баночках как всегда пополнила запасы бархатные ручки крем для рук королевской органы не знаю кого еще расхвалить уже даже и думаю что наверное смысла нет показывать в покупках потому что я постоянно покупаю купила я себе шампунь от кларан это шампунь с пионом успокаивающий мне очень нравится шампунь от редкин успокаивающий но стоят просто очень дорого мне хотелось чтобы было была какая-то бюджетная замена ну не то чтобы заменить а просто чтобы чередовать вроде как подешевле этот стоил где-то 640 редкин стоит больше чем в два раза поэтому попробую а может быть вдруг понравится заходила я в евроше и купила по распечатке гелия для душа там было спецпредложение дела флоридский апельсин и бразильский кофе две штуки в общем три гелия если берешь чтобы ходил каждый по 79 рублей конечно не могла взять хотя в принципе такой уж и большой любви у меня гелия для душа это в раши нету купила масло для душа это бубонская ваниль прошлых пустых банках говорила о том что попробовала масло для души и мне ну не понравилось ну вернее это был анонс о том что я не советую покупать вот эти вот масло для душа это в раши но я говорила о другом продукте существования этого продукта я вообще не подозревала если бы и наверное не узнал бы если бы не посмотрела видео светлана я светик привет в общем-то да я побежала в магазин и купила дома попробую тогда уже будет полная картина до представление что себе такое вот представляют эти продукты и поделюсь с вами своим впечатлением об этих маслах укатился еще одна повторная покупка это dolce milk молоко и миндаль в хрустящей карамели была у меня не вся серия конечно но в общем скраб гелий мыл у меня было больше всего понравился гель да и больше всего понравился гель для душа поэтому купила упаковку взяла большую но в том ильтуаль который я посетила больших упаковок не было поэтому взяла маханьку купила смывку от гарния вот для в общем водостойка да какая-то странная вещь у меня стали уже косметику уже стала пропадать и да и прятаться от меня в общем я была полной уверенности что у меня вот такая вот новая есть запасе по-моему из glamour back что ли одну то я покупала одна из glamour back в общем я так не смогла ее найти и пошла в магазин и купила потому что сейчас она мне нужна у меня одна тушь требует водостойка этой смывки ну в общем да такая вот история совсем уж видно большие запасы что все пропадает пропадает а это вот по всей мести новинка это вишни и молоко dolce milk решила вроде показался аромат симпатичным но решила ограничиться маленькой упаковкой а вдруг из упаковки нормально а в душе не понравится ну а понравится можно будет купить и и еще и в врача забыл показать мне подарили такую косметичку есть как бы основное отделение большое еще карман такой приличного размера дну на 1 сантиметров 7 но и отдам потому что запах очень неприятные я думаю что внутри она будет как тряпочная внутри она такая неприятная клеенка я и отдам в летуаль купила диски для быстрого удаления макияжа с глаз 10 штук понравилась маленькая миниатюрность упаковки думаю так вот в поездку взять с собой а может быть будет работать и ничего стоили по моему 134 рубля взяла любимая антибактериальные салфетки которые покупаю все время бросаю в сумку замечательный просто с ароматом с экстрактом магнолия мне нравится аромат мне нравится то что они в меру сухие в меру жирные что я говорю в меру влажные такая поверхность салфетки мне нравится что она достаточно плотная они как бумажка как в дешевых салфетках каждый день атошаном мне нравится что не оставляют липкой пленки нет ощущения мокрых рук что их надо потом вытирать да нет никаких вот этих вот как сказать обычно вот есть такие салфетки после которых все равно хочется помыть руки так вот здесь все в порядке очень советую если пользуетесь салфетками туда хороший вариант крем для рук от либродерм карибские фрукты там много всяких ароматов я бы выбрала вот это вот это была какая-то догонка к заказу в общем-то бесплатные доставки я не обратила внимание что такой микроскопический объем я бы так не заплатил 200 рублей за крем для рук от либродерм в объеме 30 миллилитров это по моему просто жесть продолжаю скупать корейцев это крем для рук от марки чойс если я правильно читаю длине в объеме 60 миллилитров и еще один крем это уже марка royal skin но это уже с манго такая тетя тут симпатичная не буду я комментировать эти покупки попробую расскажу в пустых банках такое у меня сложилось об этом впечатление был заказ у марки доктор пьер рико бальзам такой вот для тела с маслами в общем омега-3 и 6 и что-то там еще карите по-моему 150 миллилитров объем просто на зиму думаю пригодится до объем небольшой думаю будет достаточно быстро уйдет крем это не крем простите это увлажняющим маскам с ауэ вером 10 40 миллилитров и тональник так выглядит коробочка его оттуда вытрясу вот так выглядит тональник сам у меня оттенок без клэр ну там выбор то небольшой собственно говоря все это можно отнести к спотта к спонтанным покупкам никаких планов у меня не было просто пришла за завалка подарок обещали сыворотку которая стоит 3000 рублей вот так выглядит коробочка вот так выглядит флакончик 30 миллилитров объем будет так симпатично сделано ну попробую расскажу потом пустых банках как да что небольшой заказ у арифлейм купила я себе флакончик этой водички сирень первый конечно не закончился и далеко там до окончания но уж цена такая смешная была по моему 359 рублей но как не взять решила думаю что пускай будет купила два крема для ног один это армика и жужуба а второй с миндалем по 150 миллилитров цена была хорошая какая-то такая симпатичная у меня отношение к кремам для ног от арифлейм такое крема хорошие но мне не нравится в базовой версии раньше вот то что было рестайлинг они сделали в общем мне не нравилась отдушка в базовой серии а какая-то скучная неинтересно и люблю что все было ароматно и менять все это а лимитированные версии но летом как правило какие-то гели выходят которые я не люблю охлаждающий для ног а а зимние лимитки то поймать трудно то в общем как-то не удается для себя найти оптимально чего-то такого приятного чтобы хотелось бы взять иногда вроде как заявит ароматы не нужно а здесь мне показалось что это в общем достаточно такие вот миндаль и арника и жужуба это такие ингредиенты которые в общем-то неплохо они подобрали чтобы были в постоянной линейке если понравится купить повтор следующее что купила это тоже продолжение это уже продолжение банановой истории наверное корейской тоже это умывалка от туни моли с бананом но просто потому что банан вот честно то есть если здесь было нарисовано что-нибудь другое не знаю лимон там какой-то еще что-нибудь я конечно не купил банан да попробовать купила давно очень хотелось крем для рук подснежник линейка fresh spa натуре сибири кем огромная такая коробка не знаю как будто из-под парфюма на самом тюбик стандартно 75 миллилитров такой вот он лаконичный очень красивый дизайн попробую расскажу очень давно хотел купить этот крем все как-то почему-то не знаю не получалось просмотрев видео маше заколочка мне очень захотелось приобрести карандаш для губ от эвелин в оттенке 13 purple как-то вот так вот он выглядит маша говорил что здесь феноменально классная точилка я думаю если даже карандаш не понравится может точилка приживется вот ну как то так купила я себе консилер от бэль в оттенке 01 вот так выглядит коробочка выглядит вот так вот что-то я ходила ходила в улыбке радуги вот встала перед стендом бэль что-то мне захотелось купить остановила свой выбор на этом консилере в литуале еще была приобретена вот такая вот малютка тоже вот для разъездов я никогда не покупала вот вот этих вот малышей поэтому это просто любопытство наверно цена вроде небольшая 89 рублей и маленький формат думаю очень даже удобно несколько бальзамов ромашка и календула от ниви я люблю обожаю покупаю очень классный бальзам повторная покупка это шампунь мой любимый от редкинс пивными дрожжами для частого применения шампунь мужской мне все равно нравится мне в нем абсолютно все к одушке к этой я привыкла одушке конечно мужская это один из тех продуктов которыми я готова простить одушку неприятные нет она просто мужская ну такая ну не секс хорошо но не женская точно вот на самом шампунь выше всяких похвал поэтому в общем да 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 любовь морковь и купила был поход у меня как-то я вот хотела выделить тут этот поход в подружку у кого-то видео увидела вот этот вот пилинг для тела с папайи я даже не помню пробовал я его или нет потому что у меня когда-то было я уже не могу вспомнить в общем взяла вот и опять продолжение их банановой тематике это уже пенка для умывания от марки its skin такая вот все это в целлофане мне не очень это нравится особенно не нравится то что перевод вот на русском языке это все наклеено на этом целлофане и то есть ли вы либо уберешь это уже ничего не останется вот либо с этим целлофан мне как-то не очень нравится на на все-таки снимут симпатичная такая упаковка карандаш для губ от эссенс это по я так поняла лимитированная лимитированный выпуск он гелевый пол такой полупрозрачный мне показал что можно носить будет соло чтобы он уже по моему подсох вот но в каком-нибудь видео поделюсь надеюсь не в косметической зачистке в пустых баночках бальзам для губ это по-моему лимонад эти 69 рублей цена очень хотела купить вот именно этот бальзам но почему-то как-то мне все не попадался потом уже смотрю и будет как в распродаже последний вот купила очень довольна надеюсь понравится потому что классические эти бальзамы на меня впечатления не произвели еще один гель для душа это мятный восторг какой же изумительный гель мне очень понравился аромат из упаковки действительно хороший летний вариант правда я чувствую я его использование буду наверное осенью вот лет это уже как бы да август месяц ну в общем приятный аромат про просто замечательная вещь надеюсь что в душе раскрываться будет тоже превосходно не удивляйтесь я купила два оттенка color тату это белый бесконечно белый 45 и на оттенок нашумевший после видео lison air ну вернее наверное все о нем были в курсе это я только о нем узнал благодаря этому видео 35 он 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 бронз вот так в общем у меня был 65 розовое золото мне ужасно не понравился но я решила дать второй шанс думаю мало ли может быть знаете как бывает качество одного оттенка не говорит о качестве всей линейки может другие оттенки лучше поэтому вот для себя выбрала эти это потому что вот понравился видео lison air а этот потому что еще в каком-то другом видео тоже очень сильно хвалили вот в общем посмотрим что будет в итоге еще одна покупка это уже essence 08 априкота lison air утверждает что это аналог mac light скопает хайлайтер я имею ввиду посмотрим мне просто интересно стало думаю действительно что ли аналог это что хорошо знаете если бы нашелся бы аналог хайлайтера хорошего вот в формате теней essence это незаменимый для путешествий потому что хайлайтер такая вещь которую нужно совсем чуть-чуть и упаковки такие огромные если все собираешь в косметичку то вроде как уже напрягает по весу чемодан ну может быть вот понравится эта штука надеюсь на это еще одна покупка под влиянием youtube это тени от Rimmel в оттенке 003 all about the base этот оттенок наверное наверное тоже я я лично о нем услышала из видео ковка за кэт она говорила о том что это идеальный такой вот скульптор да я потестировала в общем на самом деле качество тени мне показалось очень даже неплохим мне очень хотелось бы найти какой-то оттенок тени который бы можно было использовать что-то типа чтобы было два в одном и как тени или и чтобы как бронзер работал или как скульптор но что-нибудь такое чтобы было два в одном ну может быть Rimmel вот с ними что-то получится не знаю повторная покупка это EO Mosaic хайлайтер каяла тени 3 в 1 в оттенке какой-то жемчужина золотистый рассказывала я подробно об этих консилерах в видео по-моему вся правда вся ложь в общем не смогла я тогда оценить по достоинству вот именно этот оттенок и только летом когда появился загар я поняла какая-то супер вещь и настолько в общем влюблена в общем это идеальный вариант идеальный каял для загорелой кожи просто вот у меня даже слов нет описать насколько это вот дает какую-то неповторимую такой свежесть блеск глазам какой-то вот в общем нет слов одни эмоции короче очень очень советую вот плотно ими пользуюсь этими каялами очень довольна очень хорошее качество у них за весьма бюджетную цену я считаю что это просто супер наконец-то поймала вещь которую я думала что она только существует в видео других девчонок это знаете как НЛО какое-то потому что мне это поймать не удавалось наконец-то я поймал эту тушь чикаго от арт визаж вот говорили что продается в улыбке радуги магнит косметик южный двор ну как ни зайду в общем ни в одном из этих магазинов нету либо арт визаж не представлен либо этой туши нету в общем ну никак мне не удавалось поймать наконец-то удача мне улыбнулась все-таки в улыбке радуги последнюю тушь я взяла наконец-то я ее попробую после многочисленных зачисток лаковых как-то более-менее утрясся мой лакодомик но я поняла что стало как-то скучновато и решила что нужно разнообразие получать за счет покрытий а у меня их кот наплакал поэтому я купила салли хансен диско бол оттенок 129 вот такое вот покрытие и ини 456 здесь была шампайн прозрачная основа в которой золотой песок и такие розово-лиловый розово-лиловый глиттер ну понравились эти вот два оттенка ничего не могу поделать какие-то они вот красивые подружки еще купила тональник от лореаль простите альянс перфект люми как же у меня оттенок перл нюд авери все наверное пробовали эту основу кроме меня я почему до сих пор ее не попробую даже не могу объяснить почему как-то все время проходила мимо а тут решила взять посмотрим что это будет такое еще одна вещь которая меня безумно порадовала наконец-то подумала марка гарни о тех кто любит тканевые маски но не любит марки азиатских производителей у гарни вышли вот такие тканевые маски увлажнение плюс аквабомба увлажнение плюс аквабомба простите супер увлажняющая тонизирующая маска даже для обезвоженной кожи и второе увлажнение плюс комфорт супер увлажняющая успокаивающая маска для сухой чувствительной кожи в коллекции есть еще зеленая она по-моему идет очищающая но я вот для себя выбрала эти две продается в ревгош ну не только там конечно но в ревгош 142 рубля со скидкой по карте каждая маска стоит я очень рада что вот наконец европейские производители тоже начинают так сказать радовать нас на тканевыми масками в пустых банках конечно расскажу что это такое я купила себе наборчик лаков от OPI набор посвящен выходу фильма Алиса в зазеркале вот такой вот он камера конечно не передает красоту оттенков я сейчас попробую сфокусироваться для того чтобы увидеть название этих оттенков я надеюсь будет видно в общем это такой пастельно-голубой жемчужно-какой-то пепельный такой вот непонятный бледно-бледно-сиреневый ну и красные кое-всегда мне кажется самые лучшие лаки OPI какие бы они не были шиммерные просто глянцевые это конечно красного цвета это их фишка понравился набор прям даже вот не знаю такая прелесть я купила себе бальзам для губ поверкать не буду у меня есть такой с вишней я им более чем довольна я считаю что эти бальзамы на порядок лучших бальзамов EOS которые рекламировали все топовые блогеры в общем я купила себе второй с кокосом у меня с лишней я купила с кокосом и планирую пополнить свою коллекцию по мере возможности потому что стоит он достаточно дорого по моему я покупала по моему 490 рублей но бальзамы очень хорошие купила себе синие однушка от BENEFIT вот так выглядит коробка вот так они выглядят сами надеюсь видно вот так оттенок четыре буквы RSVP сейчас открою вот так они выглядят это такое наверное розовое золото ну как мне показалось а может нет ну да что то такое ну на самом деле больше наверное розового здесь чем золотого в общем я в прошлых покупках показывала или позапрошлая у меня четыре нет три оттенка у меня этих теней есть в восторге в восторге от это от этих теней и покопалась уже сейчас в распродаже в общем решила купить для себя вот этот вот оттенок покупки в мак тени рич ричко что ли не буду коверкать в общем вот такой вот оттенок вот так они выглядят сейчас покажу о и румяна устойчивые в оттенке вот коробка в оттенке baby don't go про которые блогер оси говорил что это идеальный бронзер для белоснежек не знаю может быть повторная покупка это иллюминайзер тушекла открывать не буду второй номер золотистая ручка все знают как она выглядит маленький крем еще взяла от маленький он только в этом формате выпускается это ванили карите от локситан обожаю люблю покупаю да когда уж совсем прямо любовь к нему потребует его наличие дома очень довольна что еще хотела показать ко мне пришла коробочка Крыгина бьюти-стор сейчас я ее открою здесь у нас ой-ой-ой-ой-ой-ой в общем кучу вот таких шариков я заказала ручку для глаз это такое освежалка для глаз Skin Iceland да такой вот видите здесь все написано да такая ручка глаз сколько-то там грамм здесь какие-то конфетки карамельки их даже не достать ну и ее косметичка она идет в подарок вот такая вот завязанная на молнии ну простая такая холщовая она идет в подарок при любом когда вы делаете заказ любой заказ больше тысячи рублей вот это вот косметичка идет в подарок надеюсь ручка понравится если эта марка произойдет благоприятное на меня впечатление может быть еще что-нибудь у них куплю и еще я купила блеск от Бобби Браун в оттенке 13 Pink с Эквин как-то так в общем не буду коверкать ладно вот такой вот он красивый как мне показалось достаточно приятный аромат у него и последнее что приобрела это помада Rouge Ecstasy в оттенке 501 Peony от Armani у меня был пробник из коробочки Luxury что ли от Allure Allure Box да мне очень понравилось там был оттенок 400 красный уж на что я не люблю красные помады я вообще как-то в общем попробовала такая любовь даже не описать упаковка красная крышка магнитная видите магнитик укладывает ее назад все такое плотное вот такой вот оттенок какой-то он кажется коралловый на самом деле таковым он не является это наверное розовый лосось подтон холодный растирала на руке да все как Крыги научат надеюсь понравится мне понравился из пробника вкус этой помады запах то как лежит вообще наверное да прям вот не могу сказать что я большой такой же знаток помад класса люкс но из того что я пробовала мне кажется что это помады которые вообще не может не понравиться вот честно да по любым параметрам ну может быть какое-то впечатление будет другое после того как я попробую вот в другом оттенке может быть качество зависит от оттенка пока больше добавить нечего ну вот такие вот у меня были покупки за месяц прошлое видео по моему вышло месяц назад где-то так да вот что я успел за это время купить надеюсь видео было интересным полезным и приятным всем большое спасибо всем пока пока пока